Артем, наверное, не самый приятный расклад встречаться с таким соперником на ранней стадии. Как прошел бой с Артуром? С Артуром бой прошел тяжело, но Артур в очень хорошей форме находится, это очевидно. Потому что я... Сегодня это чувствовалось, то есть я в бою с ним чувствовал действительно... По своим ощущениям, что он находится действительно в хорошей форме, из которой, собственно, не успел, судя по всему, выйти, судя по результатам чемпионата мира, который был накануне, прошел отдых, но вот Артур находится на сегодняшний момент в хорошей форме. Это я увидел по своему бою и по следующему бою Дмитрия Ригина с Ахмат Кузиным, где бой был, в принципе, аналогичный, как и со мной. Поэтому... Ты в пуле неплохо выступил вообще, как для тебя сегодняшний день сложился? День хорошо относительно, если не оглядываться на результат, то я своим вставанием доволен, частично, потому что надо набирать. Я рад, что я все-таки боролся с Ахмат Кузиным, то есть это показатель того для меня лично, что если я борюсь до конца, в принципе, на сегодняшний момент с одним из сильнейших спортсменов мирового уровня, то это говорит о том, что я... Ну, для меня лично это говорит о том, что я готов бороться с сильнейшими спортсменами на уровне, выигрывать их и так далее. В этом году Кубок России чуть пораньше начинается. Успел подготовиться нормально? Да, готовился, успел. Успел, готовился, я думаю, как и все. Я думаю, что здесь нет людей, которые, по крайней мере, профессионалов, которые как-то халатно к этому относились. Поэтому я думаю, что все начали одинаково, все подошли к этому турниру серьезно. Перейди новый сезон, какие задачи ставишь для себя? Максимальные, я думаю, как и любой спортсмен. Максимальные задачи. Сезон очень тяжелый, поэтому я думаю, я для себя ставлю максимальные задачи. Иначе зачем вообще заниматься фехтованием, если не ставить перед собой никаких задач. Спасибо большое, удачи тебе в сезоне. Спасибо.